Интересно, что самое популярное видео в моем аккаунте оказалось не про красивые картинки на меловых досках, а про советы о меловых досках. Ну раз так, давайте поддержим традицию. Я расскажу еще немного советов о росписи меловых досок. Тем более, что и тема меловых досок в интерьерах набирает обороты. И опыта у меня за годы работы скопилось столько, что хоть книжку пиши. А иллюстрацией к очередной порции советов будет вот эта роспись меловой доски в московском ресторане, которая называется «Замес». Я работаю с сетью «Замес» несколько лет, и вот этот персонаж, обезьяна на мотоцикле, он собран из нескольких разных графических работ. Он уже стал для «Замеса» традиционным. Картинка графичная, отчетливая, запоминающаяся. И отсюда совет номер один. На меловой доске нужны не цены, а образы. И когда я говорю «нужны», то я имею в виду «нужны» не посетителям, а владельцам заведения. И вообще, все сегодняшние советы идут с точки зрения ни художника, ни подрядчика, ни продавца меловых досок, ни дизайнера. Только с точки зрения заказчика и владельца заведения. Меловая доска – это ваш продавец. Если на ней написано «меню», она буквально говорит покупателю. «Доставай из кармана 150 рублей, вери капучино». Меловая доска, на которой нарисована чашка, круассан, пирожок, просто пакет с ручками, говорит «у нас есть все, что ты и хочешь». Любой напиток и выпечка. Достаточно изображения пакета с ручками, чтобы гость вашей кофейни сам себе в голове придумал, что он хочет в этот пакет еще с собой положить. В рекламе образы действуют лучше, чем цифры. Меловая доска – это именно рекламный инструмент. Совет о меловой доске номер два. В большинстве случаев вам вообще не нужна меловая доска. Все, что вы хотите сообщить покупателю на меловой доске, вы можете написать или нарисовать прямо на стене. Во-первых, вы не ограничены пространством меловой доски. Не надо выбирать, что уместить. Телефон доставки или сиропы по 20 рублей или ваш аккаунт в Инстаграме. Пишите «все». На открытой стене поместится «все». А во-вторых, если вы пишете на стене, а не на меловой доске, то сообщайте покупателю «это моя стена, это мое заведение, моя кофейня, мое пространство». Вот в этом случае я тоже старался уговорить заказчика сделать рисунок прямо на стене. И тогда он был бы большим и не были бы ограничены размером меловой доски. Возможно, решение получилось бы еще интереснее. Но там вмешались третьи силы. Там был дизайнер, который сказал «нет, тут по проекту меловая доска». Совет номер три. Название «меловая доска» или «грифельная доска» не определяет правила игры. Не обязательно рисовать мелом или меловыми маркерами. Я для росписи меловых досок применяю мел, сухую пастель, сангину, соус, пастельные карандаши, маркеры, гуашевые краски, акриловые краски, поталь, искусственный снег, кофейные зерна, муляжи, яблок, апельсинов. И это только в прошлом 2021 году, когда заказов на роспись меловых досок было не так много. Почему? Потому что задача меловой доски – привлечь внимание. Если гость кофейни проходит мимо меловой доски и не смотрит на нее, просто убирайте эту меловую доску. Лучше пусть будет аккуратный лаконичный интерьер, чем стена, завешенная объявлениями, которые никто не читает. Отсюда закономерно переходим к совету номер четыре. Обновляйте меловые доски. Даже суперкрасивая картинка, которую все фотографируют в Инстаграм, на второй-третий раз уже не работает. И дело не в качестве росписи, а в том, что называется рекламная слепота. Люди научились не замечать рекламу. Мы живем в море рекламных постеров, запахов, вывесок, слоганов. Меняйте рекламные идеи чаще. От этого они будут только лучше. Пятый совет. Эти советы не обязательно выполнять. Но их полезно знать, чтобы быть готовым к конкуренции или даже просто для расширения предпринимательского кругозора. И шестой, последний на сегодня совет. Отнеситесь серьезно к этим советам. Это не фантазии, не выдумка, не повод с вами поспорить. Это результаты многолетнего опыта работы. То, что я всего лишь художник, это мой выбор. У меня два торговых образования и десятки лет опыта в рекламе. Я общаюсь с заказчиками, задаю много вопросов, чтобы выяснить наилучший способ использования меловой доски в каждом отдельном случае. И на моих глазах открываются и закрываются отдельные заведения и целые сети общепита. Просто поверьте мне на слово, что я умею анализировать информацию и выдавать результаты в виде вот таких советов. Это не курсы по рекламе на меловых досках. Все советы адресные, все актуальны для конкретных заведений. Это сфера с высокой конкуренцией и с еще более высокой ценой ошибки. Я это понимаю и вы это понимаете. Но мой бизнес проще вашего. Я всего лишь художник. Желаю вам удачи. Уверен, что вам есть что сказать. Не стесняйтесь, для этого есть комментарии. Я читаю все. А еще лучше подписывайтесь. Мало ли чего, я еще хорошего посоветую.